Вице-президент ACA Асланбек Бадаев сказал про бой Исмаилов-Минеев, что это был, боюсь ошибиться, то ли низкопробный, то ли еще некачественный бой. И что оба этих бойца в ACA были бы во второй половине рейтинга топ-10. Я не говорил о том, что Магомед Исмаилов не был бы в первой топ-пятерке, даже просто потому, что он уже был там, выступая в лиге ACA. Я лишь сказал о том, что из топ-10 Магомед подрался только с Артемом Фроловым. Но если Исмаилов не встречался с Саламом Абдурахмановым, с Магомед Расулом Гасановым, с Абдурахманом Джанаевым, с Азаматом Бикоевым, Рафалом Харатаком, Ибрагимом Магомедовым, Крисом Ханикотом и так далее, люди не могут говорить о том, что он вычистил дивизион, потому что этого не произошло. И рейтинги тогда были составлены в начале объединения ЛИК, скажем так, очень поверхностно. Потому что был только начальный этап, многие противостояния не состоялись. И этот рейтинг не имел той легитимности, которую имеет сегодня. Что касается Владимира Минеева, я считаю, что вышеперечисленные ребята, повторюсь, Магомед Расул Гасанов, Салам Абдурахманов, Азамат Бикоев, Рафал Харатак, Крис Ханикот и так далее, Джанаев, Ибрагимов, особенно ребята, которые исповедуют стиль борьбы, они были бы стилистическим кошмаром для Минеева. И я просто не вижу, как Владимир мог бы пройти этих ребят. А низкопробный бой? Но, извините меня, организаторы преподносят бой, Исмаилов, Минеев, реванш, как бой века, как противостояние века. Я не могу с этим согласиться. Я не могу купиться на это, потому что, да, это было громкое событие, парни пошумели, это было круто, интересно. Но, если мы берем спортивную составляющую, элементарное кардио, одного избивают на протяжении двух с половиной раундов, он просто передышивает, скажем так, соперника, которому явно плохо, с которым явно что-то не то. Но, по факту, оба устают уже во втором раунде. Вы не можете называть такое противостояние эталонным и боем двух лучших средневесов России. Вообще, знаешь, если на то пошло, то мне вот так сходу тяжело даже назвать топ-5 бойцов ACA, не говоря о том, что топ-10. Хорошо, Александр. А тогда, каким образом, если ты не знаешь никого из топ-5 или топ-10, ты можешь расположить Минеева и Исмаилова минимум в топ-3? Как это получается? Ну, смешно. Знаешь, ну, на самом деле, ну, какой второй половине? Ну, может быть, я плохо в ММА разбираюсь? Не догоняем? Может, мы еще увидим? Ну, я считаю, что, ну, как минимум, они бы оба были бы в топ-3. Как минимум. А в 84, я вообще что-то не знаю, как-то там странно все происходит. Там вообще бои ведутся в 84. На самом деле, последнего, я помню, кто там дрался, это был Мага и Василевский Вячеслав. Ну, вот из таких, кого я вот так вот помню. Там Артем Фролов еще есть. А, Артем Фролов. Но я его бой видел только с Магой в ACA. Александр, давай я немного помогу тебе тогда. Займемся ликбезом, скажем так. У нас в лиге есть Крис Ханикат. Такой товарищ, который побеждал тебя довольно доминирующим решением судей, единогласным решением судей. Так вот, Криса Ханиката уже два раза в трех боях удосрочили в лиге ACA. И удосрочили его Азамат Бекоев и Никола Девчиков. Это наши топовые бойцы. Помимо них у нас есть чемпион Магомед Расул Гасанов, Салам Абдурахманов, бывший чемпион. Есть претендент следующий Абдурахман Джанаев. Я тебе, наверное, назвал достаточно имен, которые готовы сразиться с любым. Средний вес лиги ACA жив, он есть, он функционирует, он развивается. И искренне считаю, что это сильнейший средний дивизион в России. Это не Марсио Сантос, с которым ты дрался. И не другие, скажем так, ребята, твои последние соперники. Это более серьезная позиция. И если ты думаешь, что это не так, ждем тебя в лиге ACA. Мы можем это проверить. Да, им не хватает медийности, они не так часто интервью дают, как ты. Но все-таки ММА это драка. Я думаю, ты, как никто другой, это знаешь. Всех благ, удачи, увидимся.